Итак, мы уже в нашей студии и готовы завершить наше расследование. И мы хотим узнать, где же все-таки есть нитраты, а где их нету. И в этом нам поможет эко-тестер Soex. Здесь есть функция узнавать радиоактивность, и здесь есть функция нитрат-тестер. Включаем функцию нитрат-тестер, находим нужный нам продукт, картофель, а ставим ОК для того, чтобы наш эко-тестер подготовился к анализу. Первый продукт берем из крупного гипермаркета, всем известного. Втыкаем, выбор, идет измерение. Та-дам! Значительное превышение нормы. Аппарат готов. Втыкаем. Этот продукт мы купили на рынке. Узнаем, есть ли в нем нитраты. Содержание нитратов в норме. А теперь берем картошку из магазина премиум класса. Втыкаем. И, кстати, картошка из магазина премиум класса самая грязная оказалась. Ох! Значительное превышение нормы. Сейчас мы проверим овощи, которые очень полезны для наших детей, да и для нас, конечно же, которые полны бета-каротином. Надеюсь, что они также не полны нитратами. Дело в том, что у нас сейчас морковка только с рынка и из крупного гипермаркета. Почему? Потому что морковка в магазине премиум класса оказалась, что стоит 500 рублей. Мы решили, что это не рационально приобретать ее для нашего теста. Как-то вот так не хочется разочароваться сейчас, потому что чаще всего покупаешь продукты все-таки в крупном гипермаркете. Ох! Не плакаешь. Ох! Хорошо. Содержание нитратов в норме. Успокоила. Ох! Ок! Сочнее намного. Значит, вкуснее. Содержание нитратов в норме. Сейчас мы проверим красивые вкусные яблочки. В сезон обязательно нужно каждое утро кушать яблочки. И зеленые яблоки, они даже полезны. Проверяем. Я просто не хочу разочароваться, потому что я каждый день кушаю яблочки. Я хочу сейчас с самого начала сказать, что вот эти яблочки, приобретая, мы уточнили, выращены ли они в России. И нам сказали, что да. Хотя здесь написано чили. Чилиско-российское яблоко. Спрашивайте в аптеке. Слушайте, ну как бы содержание нитратов в норме, что меня очень-очень удивляет. Хорошенькие такие яблочки, которые мы купили в гипермаркете. Содержание нитратов в норме, но на грани. Если здесь было 28, а норма 60, здесь 41. Да, прекрасное содержание 30 миллиграмм на грамм. Ну, начнем с самого неприглядного помидорчика, который мы купили на рынке. Содержание нитратов в норме. Берем помидорчики, которые выглядят так же неприглядно. Если эти помидоры стоили 40 рублей килограмм, эти у нас 90. Я так и знала! Превышает. Ключом значительно. Там 150 миллиграмм на килограмм, а здесь 222. Последний помидор. Он у нас из гипермаркета. Содержание нитратов в норме. Подводим итоги. Помидоры, которые были куплены в магазине премиум-класса, оказались значительным превышением нитратов. Продолжение следует...